29 января на 96-м году жизни окончил свой земной путь участник Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Лысенко, которого очень хорошо знали и любили в Сергиевом Посаде, где он прожил почти полвека. Как правило, ветераны не любят рассказывать о войне. Александр Григорьевич был исключением. В мирное время он выбрал благородную профессию – учитель, и считал своим долгом до конца дней рассказывать поколениям детей, внуков и правнуков правду о войне. В нас, в деревне, свадьба. О войне никаких разговоров, никаких признаков. Женился мой двоюродный брат Илларион. В 8 часов утра в васольной с военкомата с повесткой явился. И жених из-за свадебного стола ушел на войну. 15-летним парнишкой он партизанил на оккупированной немцами территории. Жил он в белорусской деревне Поповка Могилевской области. День своего 18-летия Александр Лысенко встретил на плацу и считал это лучшим подарком ко дню рождения. В составе 15-й тяжелой минометной бригады 3-го Украинского фронта дошел до Европы. Освобождал Венгрию и Австрию. Александр Григорьевич Лысенко проходил службу в Болгарии и Румынии. Демобилизовался только в 1952 году. Он был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за боевые заслуги, за взятие Вены, за победу над Германией. В наградном листе на медаль за боевые заслуги мы читаем. Товарищ Лысенко Александр Григорьевич, работая на радиостанции РБМ во время прорыва обороны противника 16 марта 1945 года, при его преследовании на подступах к городу Вена и внутри города днем и ночью, обеспечивая командование бригады бесперебойной радиосвязью при отсутствии линейных средств связи. Рядовой Лысенко достоин правительственной награды – медаль за боевые заслуги. Со своей супругой Надеждой Ивановной он прожил 65 лет, радовался рождению детей, внуков, правнуков. Они были земляками, супругов объединяла и профессия. Александр Григорьевич преподавал историю, а боевая подруга – физику и математику. Вместе они приходили на встречи со школьниками, смотры строя и песни и занятия историко-краеведческого кружка Отечества в детскую библиотеку. Эту работу Александр Григорьевич вел более 20 лет. Стойкий белорусский партизан и фронтовой радист любил повторять, что он еще в строю. Семья Лысенко гостеприимна, активна и жизнелюбива. Съемочные группы телеканала «Тонус» не раз бывали в гостях у ветеранов, которым всегда есть что вспомнить и рассказать. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, увидеться лично долго не представлялось возможным. Но военный связист всегда был на связи по телефону. И эти беседы с призывом не падать духом – дорогого стоят. Поздравления с 75-й годовщиной Победы Александр Григорьевич вместе с супругой Надеждой Ивановной принимали, стоя на балконе. Через год в День Победы в общественной палате Чита Лысенко участвовала в обсуждении создания нового мемориала в память о героях Великой Отечественной войны. По телефону Александр Григорьевич принял участие и в телемарафоне «Москва за нами», посвященном 80-й годовщине битвы за Москву. Зима 41-го года. Прифронтовая столица в снегу. Здесь собираются силы народа достойный удар нанести по врагу. Надолбы, надолбы, надолбы. Ежи, ежи, ежи. Танков побольше надо бы, чтобы крепить рубежи. Александр Григорьевич был и, пожалуй, всегда останется для нас связным, передающим драгоценные сведения о нашей истории следующим поколениям. Отпевание Александра Григорьевича Лысенко состоится в храме Лазаря Четверодневного на Новом кладбище во вторник, 1 февраля, в 12 часов.